Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Кукще, в студии Зарина Десикеева, сурдоперевод Людмила Изотова и к началу выпуска коротко о главном. Со вторника в Акмолинской области вводится карантин. Подробнее об его условиях расскажу вам я, Мадина Смогуова. По инициативе Духовного управления мусульман Казахстана в стране стартовала акция «Жиложурек». Об этом расскажу вам я, Зарина Десикеева. Как работает Кокшетауский гормолзавод в условиях чрезвычайного положения? Об этом подробнее уже через несколько секунд расскажу вам я, Саня Кубжасарова. Бонусы для медиков, которые борются с коронавирусом. Медицинские работники получат надбавку от 400 тысяч до 1 миллиона тенге. В правительстве утвердили решение о надбавках зарплате медработникам, которые задействованы в противоэпидемических мероприятиях. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом. Первая группа риска – это врачи, средние и младшие медицинские работники инфекционных стационаров, включая отделение реанимации. Всего это 3284 специалиста. Размер их надбавки в месяц составит 850 тысяч тенге. Если прибавить среднюю заработную плату, то в месяц они будут получать свыше 1 миллиона тенге. Вторая группа риска – это врачи, средние и младшие медицинские работники провизорных стационаров и скорой помощи. Всего 11951 специалист. Размер надбавки составит 425 тысяч тенге. С учетом зарплаты они будут получать около 600 тысяч тенге. Третья группа риска – это врачи, средние и младшие медицинские работники, карантинных стационаров, санитарные врачи, водители скорой помощи и другие. Всего 10993 человека. Они будут получать надбавку в размере 212 тысяч тенге. С учетом зарплаты будут получать порядка 380 тысяч тенге. В случае заражения коронавирусной инфекцией медработника, единовременные социальные выплаты из Госфонда социального страхования составляют 2 миллиона тенге. В случае смерти – 10 миллионов тенге. Мы верим, что эта новость вдохновит не только врачей, но и всех казахстанцев. Да, действительно, сейчас нелегкое время. Сотни волонтеров и меценатов оказывают помощь. В Акмолинской области с 19.00 31 марта вводятся карантинные ограничительные меры временного характера. Об этом заявил Акимобласть и Еремек Маржикпай в ходе заседания оперативного штаба. На этот период будет запрещен въезд и выезд всех автотранспортных средств и граждан на территорию региона. Исключение – транзитный грузовой автотранспорт, а также грузы с продовольствием, лекарствами и медицинскими изделиями. Итак, на время ограничительных мер приостановят свою деятельность крупные торговые центры, парки, банные комплексы, санаторно-курортные объекты, салоны красоты, парикмахерские, автомобильные, вещевые и строительные рынки, а также объекты с массовым скоплением людей. Объекты общепита также приостановят свою работу за исключением обслуживания в круглосуточном режиме на вынос и доставку заказов. Аптеки, аптечные киоски, продовольственные магазины продолжат свою работу в штатном режиме. Жителям области рекомендовано ограничить выход из жилья без крайней необходимости, носить маски и одноразовые перчатки, обрабатывать руки антисептиком. Гражданам в возрасте старше 65 лет важно соблюдать режим самоизоляции. В целом, по области обеспечена готовность соответствующих служб для обведения режима карантина, подготовлена возможность специального взвертного подразделения территориальных войск. К призыву военнообязанных обеспечена готовность местных исполнительных органов, бригада территориальной обороны, местных органов. Военного управления. На подъездах пути об границах области планируется установить 8 блокпостов, а границам областного центра 12. На случай осложнений криминогенно-общественно-политической ситуации предъединены готовные специальные оперативные планы, а также сводный отряд департамента полиции, военнослужащих, войсковой часть 5510, национальной гвардии. Безусловно, все эти меры непопулярны. В какой-то степени они ограничат права наших граждан. Но я уверен, что настоящие ситуации, когда болезнь стремительно расширяет свою географию, они просто жизненно важны и необходимы. Так как направлено предотвращение распространения инфекции и сохранение здоровья жителей нашей области. В Акмолинской области функционирует круглосуточный колл-центр по коронавирусу. По номеру 109 можно получить любую информацию. Коронавирусная инфекция распространяется с каждым днем. Среди заболевших 9 акмолинцев, четверо из которых выявлены сегодня. Среди четырех вновь выявленных зараженных акмолинцев, трое имели контакт с умершей ранней женщиной. 61-летний мужчина и 4-летний ребенок находились в карантинном стационаре Кокшетауского медицинского колледжа. 42-летняя женщина в провизорном отделении многопрофильной областной больницы. Четвертый пациент – житель села Коэнды, имевший контакт по работе в столице с больным коронавирусной инфекцией. Все госпитализированы в инфекционном отделении. У нас в инфекционном отделении находится 9 пациентов. Состояние всех удовлетворительное. Женщина вчера, одна из там находящихся у нее, днем была температура 37,8. На вечер температура нормализовалась. На утро тоже нормальная температура. Консультирована вчера и сегодня врачом-инфекционистом. Исполняющий обязанности руководитель управления здравоохранения призвал акмолинцев проявить терпение и поддержать принимаемые государством меры. А именно сидеть дома. Оксана Матасова, Дархан Салон, Кокшиак Парад. Мечеть Науана Хазрет отправила в город Нур-Султан около 7 тонн продуктов питания. По инициативе Духовного управления мусульман Казахстана в стране стартовала акция «Жиложурек». В ходе благотворительной акции, организованной при поддержке фонда «Зикет», 500 нуждающихся семей получат продукты питания. Специальный штаб, созданный в Нур-Султане, будет принимать посылку из Кокши-Тау и столичные волонтеры доставят их нуждающимся семьям. В акции приняли участие не только Ахмолинская власть, но и соседние – Североказахстанская, Костанайская, а также Акчубинская, Атырауская, Уральская и Магастауская. Сотрудники благотворительного центра «Ансар», созданного при мечети, также приняли участие в акции «Добра». В связи с чрезвычайным положением в стране волонтеры рады принять участие в акции «Жиложурек». Сейчас с помощью особенно нуждаются многодетные малоимущие семьи. Почти всю ночь готовили эти коробки. Отметим, в ходе благотворительной акции порядка 100 малоимущих семей региона получили продукты питания. Осужденные из правительного учреждения ЕЦ 166-25 приняли участие в акции «Бызбергемос» и начали пошив медицинских масок. В сутки здесь их производится более 7 тысяч. В рамках акции часть масок была передана в Центр пожилых и инвалидов «Умудшанрак». «Мы искренне благодарны сотрудникам Департамента уголовно-исполнительной системы за оказанную помощь нашим согражданам. Спасибо. У нас содержится 54 человека. Есть пожилые люди и инвалиды первой и второй группы». За сутки в этом цехе шьют более 2,5 тысяч масок. Продукт сертифицирован и соответствует требованиям по защите от аллергии и пыли. Одни маски предназначены для взрослых людей, другие – для детей и подростков. В данный момент я буду устроен в РГП «Имбекка Читау» на втором конвейере «Шия моторист». В данный момент мы шьем медицинские маски. С эпидемией коронавируса мы бы хотели поддержать Дуиз Акмоневской области. Этим самым мы бы хотели предоставить дому престарелых пошить маски на безвозмездной основе. И тем самым мы бы хотели внести свою вкладку в борьбе с коронавирусом и мирному обществу. В настоящее время три филиала РГП «Имбек» занимаются изготовлением масок. С 20 марта шито более 50 тысяч изделий. При необходимости планируется удвоить объем. Стоит отметить, что в колонии в Гранитном наказание отбывают около 500 осужденных. Более 60 из них работают в швейном цехе. Коронавирус внес свои коррективы в жизнь казахстанцев. Торговые дома, рестораны, развлекательные заведения закрыты. Бизнес, в особенности сфера услуг, терпят убытки. Государство пошло навстречу. Банки дали отсрочку по кредитам до 90 дней. Чрезвычайное положение в республике, напомним, ввели 16 марта. Президент страны сразу же предложил антикризисные меры. Финансовый пакет составил 10 миллиардов долларов. Это выплаты пособия оставшимся без работы. Премии медработникам – удаленный график. Приняты меры по снижению долговой нагрузки на население и бизнес. Реализовать комплекс меры по их поддержке. Одним из действенных механизмов поддержки этих секторов станет приостановление выплат, сумма основного долга и вознаграждение по всем кредитам малого и среднего бизнеса. Пострадавшего от складывающейся негативной ситуации. Поручаю разработать комплекс мер по налоговому стимулированию деловой активности и обеспечению стабильности цен. Компания «Гормолзавод» брала миллиардный кредит по программе «Ондерес» на развитие бизнеса. В настоящее время идет монтаж нового цеха. Закуплено итальянское и австрийское оборудование. Таким образом, уже через месяц завод представит новую линию йогуртовой группы из 40 видов мороженого – эскимо, рожки с разного рода начинками. Производственная мощность увеличится на 40%. На сегодня предприятие работает в штатном режиме. Из всех 150 сотрудников никто не отправлен на удаленку. Ежедневные объемы производства остались прежними. Поставки не остановлены. 40% по области, 30% в столицу, 12% в соседнюю Россию. Мороженое и масло по всей республике. Пока все стабильное, говорит директор завода. Но в финансовых вопросах лучше подстраховаться. На случай форс-мажора Асенжес Лыков намерен брать отсрочку по кредиту. Я с банком-партнером разговаривал, с Народным банком. Если есть обоснования в связи с коронавирусом, в связи с экономическими трудностями в нашей стране, если есть обоснования, и она оправдана, то есть на рамках филиала, директор банка говорит, мы рассматриваем рассрочки. Этот вопрос обсуждаемый, и банк пониманием подходит в связи с ограничением торговли, или закрытие учреждений, развлекательных. Бизнес, я думаю, малый, средний, без которого услуги особенно, они испытывают, наверное, будут проблемы. Я думаю, что эта мера, она необходима. Я думаю, да, сохранить, по крайней мере, те рабочие места в дальнейшем, чтобы могли завтра строить, опять же, работать в том же режиме. С введением чрезвычайного положения в стране акмолинские предприниматели обеспокоены вероятным снижением доходов. За это время в региональную палату Атамикен уже обратилось 1400 бизнесменов. Для сведения при палате работает колл-центр. В связи с распространением коронавирусной инфекции или COVID-19, Национальная палата Атамикен выдвинула предложение об ослаблении местных товаропроизводителей от процедуры заключения государственных закупок. По 19 видам продовольственных товаров из стабилизационного фонда Кокшитовский больной завод готовить предложить 4 вида продукции молоко, кефир, творог и масло. Это позволит удержать ценовой коридор и увеличить объемы стабилизационного фонда. Цель от Адвасарова, Эмит Махметов, Кокши, Ахкара. Отдых школьников должен быть безопасен. Родители отвечают за изоляцию своих детей от общественных мест. Однако подростки проводят свободное время в основном на игровых площадках во дворе. По словам полиции, это противоречит требованиям безопасности. Полицейские проводят специальные рейды, чтобы помешать молодежи бродить по улицам. Из-за коронавируса проводить время изолированно на дому считается проявлением гражданской ответственности. Но воспитанников школ и детских садов привлекают не только игры дома и онлайн, но и во дворе. Областные эпидемиологи решили временно закрыть дворы многоэтажных жилых домов. Хотелось бы обратиться к родителям, потому что вот есть факты, многие звонят и жалуются, что дети сейчас занятия ограничены, в школу не ходят, детям заняться нечего, и родители отпускают их во двор. И они спокойно играют на детских площадках. Дала поручение, чтобы закрыли все детские площадки, потому что ограничить родители, должны контролировать, не выпускать. Потому что одно из мер профилактики – это не посещение. Нужно дистанцироваться и находиться дома. Родители, оставившие безнадзорными подростков игрового возраста, могут быть привлечены к ответственности по закону о чрезвычайном положении. Для контроля за дворами полицейские области проводят рейды. В связи с введением карантинных мероприятий на территории областного центра и районов области проводятся рейдовые мероприятия по недопущению нахождения несовершеннолетних на спортивных, дворовых и игровых площадках с целью исключения фактов контакта подростков. На сегодняшний день количество таких площадок насчитывается свыше полутора тысяч по области. Поэтому все бы хотели предупредить в случае нарушения именно установленного чрезвычайного положения граждане могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. В настоящее время 9 окмолинцев привлечены к ответственности за нарушение требований чрезвычайного положения. Среди них нет родителей и подростков. Местная полиция просит жителей региона эффективно проводить свободное время детей и не отправлять их во дворы и на детские площадки. В противном случае существует юридическая ответственность. Напомню, в Акмолинской области обучается около 130 тысяч учеников. Оксана Матасова, Аугамбек, Манарбекулы, Василий Вережников, Шукантау, Киев, Кокщи, Акварад. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова